Поэт Леонид Каганов еще в 2012 году написал стихотворение, в котором постоянно подчеркивал, что речь идет о Северной Корее, хотя в виду имел, безусловно, Россию. Знаете вы это стихотворение или не знаете, но я вам его сейчас прочитаю. Настолько оно философски важно, насколько написано еще восемь лет назад, плотно ложится на Россию сегодняшнюю. Господь, повесь меня на рею, в сковороде поставь на газ, но мне приятно, что Корея обосралась в который раз, причем не то, чтобы я злораден, не то, чтобы им желаю зла, а просто любопытство ради. И чтоб статистика была, наверное, ради этикета я должен выразить печать. Печаль, у вас там грохнулась ракета, ах, боже ж мой, безумно жаль. Мне правда жаль, на самом деле, корейский инженерный цех, который, видимо, расстрелян, включая родственников всех. Но есть один закон природы. Все будет падать каждый раз в стране, где толком нет свободы и где у власти пидорас. Тут все гниет и все хереет, и граждане живут в аду. Напоминаю, что Корея сейчас имеется в виду. Какие могут быть ракеты, когда на каждом чертеже великого вождя портреты рисует Кульман сам уже? В стране, где любят бегать с троем, перед начальством чуть дыша, союзничать с любым отстоем и опасаться США. Где нет коварней измены и нет ужасней вины, чем пожелания замены великого вождя страны. Где модно доносить на близких, лизать подошву сапога, учиться красть из общей миски и хором лаять на врага. Где жопа так привыкла к розгам, что чешется, когда их нет. И каждый, кто родился с мозгом, мечтает жить в другой стране. И те из них, кто похраблее, давно сбежали из-за бугор. У нас о Северной Корее напоминаю разговор. Какая физика и атом в стране, где по уши навоз, где самым главным аппаратом был и остался паровоз. Какие к черту полимеры в пространстве круговых поруг, где сверху назначают мэров, а мэры назначают слуг. Где иностранную угрозу преподают уже с яслей. Где лидер правит до склероза, пока не ляжет в мавзолей. Где граждане крадут тележку, когда идут в универмаг. Где митинги идут в поддержку того, кто у руля и так. Где в результате школьной дружбы в министры набрано говно. Где больше развиты спецслужбы, чем медицина и кино. Какая нахрен там ракета? Фанера плюс хороший грим. Я вам напомню, это мы про Корею говорим. Я думаю, теперь скорее на землю упадет луна, чем возродится и скорее опять нормальная страна. Законы Дарвина пока что нигде не отменил Господь. Повесишь умников на мачту, а остальных велишь пороть. Чтоб честный вечно жил без денег. Чтоб компетентный был неправ. А каждый лодырь и бездельник имел набор таких же прав. И так из каждого народа, немного порулив страной, Нетрудно вывести породу путем селекции одной. Всего немного потрудиться, пропалывая огород. И через двадцать лет родится другой особенный народ, Умеющий лишь ползать раком, целуя ноги палачу. С таким не сваришь доширака, уж про ракеты я молчу. И будут люди все дурее, и все беднее города. А ты чего ждала, Корея? Господство мирового, да? Что со своей ракетой сраной ты, наконец, обгонишь всех, Кто гражданам с телеэкрана не брешет про сплошной успех? Сидит Корея с жопой голой. Корейский люд в печали стих. И здесь не очень-то веселый сегодня получился стих. Зато пока нам душу греет одна лишь светлая строка. Пока все это про Корею, но ключевое здесь пока. А может и не пока. Если Путин действительно подпишет закон о внесении поправок в Конституцию 18 марта, в день присоединения в 2014 году Крыма к РФ, значит, с Северной Кореей мы сравнялись. И значит, то стихотворение, которое я вам сейчас прочитала, оно не про Корею, оно про нашу Россию.